То, что снизу недовольство будет возрастать, мы это видим сейчас, после того, как начался вот этот этап войны, началось вторжение, мы видим, какое количество там молодежи сейчас поджигает военкоматы, нападает на полицейских и так далее. То есть, мы видим, что все, уже вот там шутки кончились, уже вот эти шарики и ленточки, они ушли в прошлое, рождаются совершенно новое революционное движение, которое готово двигать собой и которое не готово бояться и сидеть по домам. Но элиты, они долгое время хотят отсиживаться, потому что для них есть угроза в лице Путина, но еще вот они не чувствуют угрозы этой самой снизу, там этот призрак 17-го года, он до них еще не дошел. Но в эту сторону активно двигается, поэтому я думаю, что и внутри элитный раскол он совершенно не за горами. Вы видите признаки? Да. Вы прогнозируете, предполагаете ли вы гражданскую войну в России? Такое возможно? Возможно. Ну, то есть, не хотелось бы, но возможно. Ну, видите, это же вопрос, гражданская война начинается не с одной стороны, а с нескольких. И до сих пор там, значит, историки могут спорить относительно того, когда была гражданская война 18-20-х годов до 20-го века. Кто ее формально начал? Формально белый террор был раньше красного террора. Но реально, то есть, обе составляющие были необходимы для того, чтобы началась гражданская война. И что будет сейчас, мы не знаем. То есть, видно, что с одной стороны, вот это вот низовое движение, достаточно насильственное, оно нарастает, но оно не направлено на других граждан. Да, оно направлено на чиновников, оно направлено на богатеев, оно направлено на военных, которые занимаются войной в Украине. Какие будут ответы со стороны власти, насколько далеко власть сама зайдет в сопротивление. Понятно, что любое действие, оно будет вызывать противодействие. Дойдет ли это до стадии гражданской войны? Ну, все возможно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!